Привет, друзья, я Григорий Герман. Сдох ли Путин? В одной из соцсетей, уже не помню в какой, в прошлом году появился милый ресурс, который назывался как-то приблизительно так. Сдох ли Путин? И безызвестный герой каждый день писал утром «Путин не сдох». Вот каждый день. Смешная такая штука, очень ярко подсвечивающая понимание того, кто является главным стержнем продолжающейся войны. Путин не сдох, значит, десятки тысяч чмобов гарантированно продолжат отправляться на убой в Украине. «Путин не сдох», значит, пилоты ВКС будут гарантированно садиться в кабины самолетов и отправлять тонны смертельного металла в сторону спящих городов. «Путин сдох» — вот тут возникает развилка. Вы знаете, я далек от того, чтобы персонализировать ответственность конкретного Путина за то, что происходит в Украине. Нет, виноваты все. Пилоты, отправляющие тонны смертельного железа в полет, офицеры, стряпывающие полетные задания, целью которых являются жилые дома и мирные украинцы, спящие в своих кроватях. Чмо они виноваты? Стадом мычащим что-то вроде «ву что я могу» бредущие в военкоматы, да? Рабочие, которые клепают оружие, и их родственники, которые, получив свою дозу соловьина по телевизору, не собираются их останавливать, этих рабочих. Виноваты все, а не только Путин. Но! Именно смерть Путина создаст вакуум, в который может ворваться новая реальность. Пока что нам неизвестно. В отличие от реальности уже существующей. И чем больше я наблюдаю за тем, как российское общество, российский народ реагирует на все происходящее, я понимаю, что хоть какую-то надежду на то, что кремлевский гремлин скоро испустит свой дух, дает небольшая группа людей, которые окружают пляшивого мерзанца. Все те, кто составляют его ближайший круг. Они – ближайшее окружение Путина. Те, кто годами околачиваются возле кремлевского трона и находятся в непосредственной близости к телу. Может ли кто-то нанести смертельный удар табакеркой из-за того, что босс съехал с катушек и теперь страдают все? Или отбор к притронному пространству был такой, что окружение Путина никак не может представлять опасность для пляшивой головы? Давайте попробуем разобраться. Итак, начнем, пожалуй, с небольшого междусобойчика – кооператива «Озеро», все участники которого за небольшой промежуток времени стали долларовыми миллиардерами. Это сообщество в народе называют не иначе, как правящие ОПГ. Дачники давно стали олицетворением криминала и коррупции в стране. Они же входят в негласное путинское политбюро, решение которого и образует всю современную политику. Кроме Путина, пайщиками кооператива были Владимир Смирнов. Он был первым председателем кооператива. За эти годы успел побывать на разных руководящих должностях, например, возглавлял петербургскую топливную компанию, а также компанию «Техснапэкспорт», которая является государственным монополистом в области поставок для атомной промышленности. Николай Шамалов – совладелец Банка России и Выборгского судостроительного завода. Его старший сын Юрий возглавляет крупнейший в России негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», а также руководит компанией «Газпромфлот». Младший сын Кирилл Шамалов – вице-президент нефтехимического холдинга «Сибур». Между прочим, относительно недавно он был зятем Путина. Ну а после того, как не сложилось, говорят, что потерял и «Сибур». Владимир Якунин. Видный делец кооператива уже с 2000 года занминистра транспорта потом 10 лет возглавлял крупнейшую государственную монополию – российские железные дороги, которую за период правления Якунина успешно разворовали. Следующий дачник – Юрий Ковальчук. Крупнейший совладелиц и председатель Совета директоров Банка России. Совладелиц и президент национальной медиагруппы. Его сын Борис – бывший заместитель директора «Росатома», а с 2009 года возглавляет крупнейшую энергетическую компанию. Братья Фурсенко. Андрей Фурсенко – один из ближайших подручных Путина, бывший министр образования и науки России. А с 2012 года – помощник президента. Сергей Фурсенко – бывший директор конторы «Лентрансгаз», а также национальной медиагруппы. Добрался и до российского футбола. В свое время возглавлял Российский футбольный союз и футбольный клуб «Зенит». Виктор Мячин – бывший генеральный директор Банка России, а с 2004 года руководит инвестиционной компанией «Оброс». Многие из дачников, как ближайшие соратники диктатора Путина, попали в санкционные списки Запада. Их активы на Западе оказались заморожены, а им самим запрещен въезд в большинство стран. И хотя они продолжают оставаться у кормушки, из-за обезумевшего главаря они уже потерпели колоссальные убытки. Дальше переходим к нефтегазовым магнатам, менеджерам и владельцам компаний, выручка которых эквивалентна четверти ВВП России. Сосредоточимся на трио тяжеловесов. Первый из них – Игорь Сечин. Президент компании «Роснефти» – мега-коррупционер. Сечин является одним из наиболее доверенных и ближайших советников Владимира Путина, а также его личным другом. Поговаривают, что он ежедневно контактирует с диктатором. Сечина считают одним из самых влиятельных представителей российской политической элиты. С 2014 года он находится под международными санкциями. Сечин, который входил в рейтинг 50 самых влиятельных людей мира, по версии агентства Bloomberg, уже в 2015 году выбыл из этого списка. После начала полномасштабной войны, развязанной Путиным, к санкции против Сечина расширились ограничения, ввели более 30 стран. Следующий в магнатском трио – Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома». Данная компания имеет в своем распоряжении наибольшие в мире запасы природного газа. Руководит газовым гигантом с 2001 года и в 2021 был переизбран еще на пять лет. В СМИ его называют самым высокооплачиваемым менеджером России и аппаратным долгожителем. Никто из ныне действующих глав госкомпаний не может сравниться с ним по выслуге лет. С президентом Миллер знаком еще с ранних 90-х, когда работал в Комитете по внешним связям в мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял Путин. Их доверительные отношения и проложили Миллеру путь к вершинам разнообразных рейтингов толстосумов, а затем и в санкционный список, само собой. Далее Геннадий Тимченко, владелец частной инвестиционной группы «Волга Групп», специализирующийся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Геннадий Тимченко стал миллионером еще в 90-е, но долгие годы в России о нем знали лишь немногие друзья и деловые партнеры. С Путиным знаком с тех же времен. В 90-е они оба мутили схемы на приоритетизации предприятий Санкт-Петербурга. В последующем Тимченко называли одним из кошельков Путина, то есть фиктивным держателем акций президента за пределами России, преимущественно в нефтегазовом бизнесе. Следующие — это те, кто занимается непосредственно охраной тела. Блок силовиков открывает его Николай Патрушев, бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности Российской Федерации. Некоторые журналисты и политологи сходятся во мнении, что именно Патрушев на сегодня влияет на Путина больше всех. Поговаривают, что он является ключевым разработчиком стратегии войны и человеком, убедившим Путина, что Киев наполнен неонацистами. Также еще в далеком 2006 году политологи называли его как одного из возможных преемников Путина на должность президента. Теперь такие мысли периодически озвучиваются относительно сына Патрушева, нынешнего министра сельского хозяйства. Продолжает силовой блок никто иной, как министр обороны. Близость Сергея Шойгу с президентом давно не секрет, а наоборот — достояние общественности. Кажется, он единственный человек на всем белом свете, с которым президент РФ проводит свои выходные. Путин и Шойгу катаются на вездеходах, сплавляются по рекам, гуляют по тайге и обедают на свежем воздухе. Этот человек был фактически назначен членом семьи. Недавно британская разведка сообщала, что Путин недоволен Шойгу из-за провалов российской армии в войне против Украины, однако вряд ли он снимет его с должности, попросту побоится ставить во главе армии кого-то, кроме Шойгу, которому безоговорочно доверяют. Завершает список Виктор Золотов, главнокомандующий Росгвардии, а в прошлом глава службы охраны президента. Долгие годы Золотов был не просто тенью Путина и человеком, который находился с ним 24 на 7, но даже его спарринг-партнером под зюдо. Говорят, Золотов безгранично предан своему боссу и не предаст его, что бы ни случилось. В путинском окружении это, пожалуй, самое востребованное качество. И им могут похвалиться немногие. Вот этим людям на самом деле принадлежит Россия. Они на самом верху. И они виноваты во всем, что происходило и что происходит в стране. Конечно же, вот этот обзор, который вы только что видели, он не полон, он не всеобъемлющ. Там же где-то все еще обитаются и Вексельберг, и Дерипаска, Ралдугин и прочие обладатели сказочных богатств или жильдом, распорядители бесконечных путинских кошельков. Там же где-то Ланцкнехт и Пригожин и Кадыров. Там же где-то Бортников, Нарышкин и Костюков, верные путинские спецслужбисты, Колокольцев, Бастрыкин, вся вот эта шваль. А дальше можно спускаться еще ниже, по всей путинской вертикали, проткнувшей ржавым стержнем всю российскую действительность и реальность. Они все, все без исключения, обязаны своим положением и связанными с ним деньгами кремлевскому пауку, который сплел паутину площадью в 17 миллионов квадратных километров. Паутину, в которой завязли все. Но так же, как они обязаны ему всем, они и теряют все из-за него. И с каждым днем, с каждым месяцем войны это становится все более ясно. Все чаще у основных выгодополучателей российской реальности, как писал Леонид Филатов, и экран не лезет в горло, и компот не льется в рот. И с завидной регулярностью по утрам всех, кто окружает трон, посещает мигрирующий моторный комплекс, более известный в народе, как «сосет под ложечкой». Это такая известная реакция на стресс, страх и испуг. Вегетативная нервная система, она же не врет, бессердечная тварь, страшно. Все те, кто стал бесконечно богат и влиятелен только потому, что входят в узкий круг кремлевского фараона, вовсе не горят желанием составить ему компанию в могиле. Даже если эта могила будет богато украшена, и над ней будет возведен массивный такой погребальный комплекс. Они планировали встретить свой конец с видом на Лазурный берег, или Тосканские виноградники, под пальмой персонального тропического рая, или в апартаментах с видом на Темзу, а не на Валдай. Как бы он, блин, не был хорош этот Валдай. И потомству своему они хотят оставить бизнес империи, а не их обломки. Но с другой стороны, Акела промахнулся. Хоть и за пределами империи он превратился в изгоя, просителя и посмешище, внутри страны он все еще силен. И все еще может одним мановением мизинца уже сейчас превратить их и всех их родственников до колена седьмого, где-то взияющие и кричащие от боли, причем в прямом и непереносном смысле, ничто. Но с другой стороны, после года войны все четче становится ясно, что как-то не рассосется. И он, он ничего не придумает, как бывало раньше. И его везение сошло на нет. В общем, и хочется, и колется, и анус не велит. Приведут ли эти терзания японской проститутке Атамули Ядала к каким-то телодвижениям в высших эшелонах российских клиптократов? Ну, приблизительно с таким вопросом я обратился к Геннадию Гудкову, российскому оппозиционеру и политику в изгнании. Оставайтесь, будет интересно. Год назад, по-моему, мы с вами общались. Это было одно из первых наших с вами интервью. И вы тогда сказали, что Путин хотел быть мачо, а на самом деле стал чмом. А потом, когда мы с вами обсуждали его, тогда всех очень интересовала вот его мотивация, чего он хочет, чего он добивается, построение империи. Вы сказали вторую совершенно замечательную оценку о том, что Путин на самом деле бандит. Вот бандитом, бандитом был и бандитом и остался. И все, чего он хочет, это просто зарабатывать деньги, их прятать, их коллекционировать, их собирать, их скирдовать и так далее и тому подобное. Прошел год почти. А ситуация, ну, во всяком случае, на фронте изменилась достаточно серьезно. Ситуация с санкциями изменилась достаточно серьезно. Путин преследуем, да, он подозреваемый Международным уголовным судом. Что-то в его жизни... Нет, он не подозреваемый, он обвиняемый. Обвиняемый, да, он обвиняемый. Совершенно верно, спасибо за ремарку. А в его жизни что-то поменялось за этот год в том, как он видит себя? Я в этом уверен. Конечно, он, наверное, не будет это показывать на публике, но совершенно четко, что он сейчас находится в совершенно ином состоянии. Я просто помню вот тот день и вот эту его надменную рожу, когда он там с таким видом, как будто он решает судьбу мира. Я отдал приказ, мы долго ждали, туда-сюда. Я отдал приказ войскам, значит, навести порядок, провести молниеносную спецоперацию вот эту вот, демонстрицировать, демилитаризировать, это самое и так далее. При этом вид у него был такой, что он Юрий Кай Цезарь и владелец, владеет половиной мира, остальное управляет через своих там каких-то завоеванных этих самых низков. И вот куда делась вся его спец, куда она делась? Он уже там и про мир просит, он уже там и с президентом Гвинеи Бесау встречается, говорит, слушай, друг, сгоняй к Зеленскому, а то из наших никого не может поговорить с ним там про мир. Как-то надо замириться, как-то, чтобы я совсем уж там не проиграл, чтобы меня там не вышибли сначала из Украины, а потом из кресла в Кремле. Это очень опасно для меня. Мы видим, что в Кремле раздра и паника. Мы видим, что они с истерическим, тревожным ожиданием вот это вот ведут себя в преддверии наступления украинского. И он там унижается перед братцем Си. Это мы тоже прекрасно видим, да? И все вот это произошло за год. Когда он понял, что он никакой он там... Не, ну вот, он не мать, а тьмо. Наш прогноз с ним, наш прогноз с вами подтвердился. Я просто не помню, когда это было. Я помню, что я это говорил. Не мать, а тьмо. А это тоже из-за никого-то, кстати говоря. Это когда муж там как-то там стоит перед креслом такой, ну, в общем, с тылным брюшком и там, ну да. Какой-то чмо, какое-то чмо. И муж она кричит, Бася, да не чмо, ма-че ты хотел сказать. Но здесь вот наоборот. И просто чмо. Вот и, собственно говоря, так оно и произошло. И сейчас это международный преступник, мировой изгой, находящийся под ордером международного уголовного, уголовного суда, подчеркиваю. Это вот не какой-то там суд, который судит за политические какие-то вещи, а за чисто уголовщину. Это уголовное преступление против детей. То есть вот до такой степени за год дойти из лидера там великой ядерной державы, члена Совета безопасности, там с правом вето на все мировые решения, превратиться в обвиняемым международным уголовным судом за преступление против детей, ну, вот, собственно говоря, даже не чмо, а еще хуже. Чмо еще нужно было, так сказать, остаться. А вот кем он стал, это уже намного хуже. Поэтому все идет по нашим, к сожалению, и к счастью, наверное, для Украины к счастью, да и для нас тоже. Идет по нашим предсказаниям с вами. Так что давайте сделаем прогноз на следующий год, и потом посмотрим, кто кого как будет называть. Да, 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 давайте еще как-то обзовем Путина, да, и посмотрим, как это сбудется. Он, вы говорите, что он там понимает свое положение сейчас нынче, но он это человек, который не привык отступать. То есть, несмотря на то, что он понимает сейчас свое положение, но отступать он не будет. Не-не-не, вот здесь как раз не то. Он действительно понимает, что отступать нельзя, вот он это всегда понимал, потому что Путин, по большому счету, вырос в дворе, где полно было шпаны. И он эту психологию шпаны усвоил и принес ее с собой во власть. И действительно надо терпеть, как он всегда говорил, я знаю, что он говорил в Кремле, и мне среди дворца говорили, что да, Ланинч сказал, типа, все равно, ребята, получим по суставу, но по-пацански должны терпеть. И тогда мы сможем перетерпеть и, так сказать, победить. Это было давно. А сейчас он не то, чтобы он не может, он не хочет отступать, а для него отступление означает смерть. Вот сегодня отступление и проигрыш в войне для него в прямом смысле это условие смерти подобное. Это вот не фигуральные выражения, это не привлечение, это ничего такого, что вот можно было там отнести к художественной речи. Это абсолютно четкая формулировка возможных последствий проигрыша потери им власти, а Путин увязывает власть и жизнь свою в одном пакете неразрывно. И сейчас он не то, что не может отступить, он понимает, что ценой его проигрыша может стать его жизнь. Вот какая ситуация. Он бы отступил сейчас, он бы и мир заключил, но он не может мир заключить на условиях проигрыша. И он сожрет своя собственная элита. С потрохами, порвет как тузик грелку. Вот в мелкие клочки. А есть кому рвать, Геннадий Владимирович? А? Есть кому рвать? Желающих полтора миллиона. Ну, просто то, что он выстроил в окружении... Это просто нефигуральное выражение речи. Полтора миллиона – это только федеральные чиновники. Федеральная власть – это без силовиков, без армии, без... Это огромное количество людей, которых он лишил будущего и настоящего. Что же они им простят? Скажут, ты что, куда нас... Ты что сотворил, как? Ты нам чего сказал? Через неделю в Киеве парад будем проводить? Расширим территорию? Поставим Витя Януковича на царство? На княжество, не на царство. Все там сделаем, там, да? Рейтинг наш взлетит до небес. Мы будем беспрепятственно до конца жизни грамить Россию, а заодно еще и Украину поделим. Они же хотели там... Там же планы-то были коммерческие. Это уже, так сказать, там, жадные вот эти ручки, так сказать, ручки олигархов. Они уже там были заточены под разгромлением Украины. Кому это отойдет, кому это отойдет, кому это отойдет. Ребята-то ушли. Вот. И он еще, так сказать, говорил об этом. Он же говорил им об этом. И тут две обиды. Первая – ты нас не предупредил, ты с нами не посоветовался. Он не посоветовался ни с Миллером, он не посоветовался с Грефом, он не посоветовался с Чубайсом, он не посоветовался, по-моему, с Сечиным. Ну, может, с Сечиным, посоветоваться не буду брать, не знаю. Он не посоветовался со многими другими руководителями государственных корпораций, с министрами, с губернаторами. По-моему, того же Мишустина там проинформировали о начале войны за несколько часов. Отчего, похоже, выпал в осадок и долго-долго молчал, нигде не появлялся. Вот, а все так х** по-русски говорят, там есть более точное слово в русском языке. Вот, это первая обидь, что ты с нами не писаешь, а что ты начал войну? Все были уверены вот в этой вылите путинской вылитки, что Путин блефует. Напрашивается на очередную встречу с Байденом в Швейцарии, там еще что. Все были уверены. Это только такие скептики, как Гудков и ему подобные предсказывали войну. И вы помните прекрасно, об этом мы говорили много раз в эфире, еще до войны, что она возможна, вероятна и, скорее всего, будет. Даже я предполагал, будучи, как бы так сказать, реалистом-пессимистом, что удар все-таки будет по югу с моря и с суши, и дальше Мариуполь не пойдет. А он пошел вон туда. И вот это первая обида, что ты с нами не писаешь. А вторая обида, нам обещал, что война будет легкой, быстрой и победной. И что? И где эта твоя победа? Где это наши барыши по Украине? Где это наша дележка пирога? Где это? А теперь про нас санкции. Что ты сказал? Что ты сказал, Владимир Владимирович? Ты сказал, ну, может быть, они напротив нас примут ограничения по слифту. И то, если мы все быстро сделаем, они не успеют. Пока они там будут судить о людей, пока они там будут договариваться, пока они будут омениться письмами. Мне не может все закончить. Они, может, даже еще санкции по слифту не успеют ввести. Ты же сказал, что ничего не будет, что у них яйца нет, что они никогда не договорятся. А что получилось? Никуда не поедешь. Тут барьеры, тут запреты, тут аресты, тут проклятие. Кого ты нас превратил? Мы тебя поддержили верой и правдой. Да, ты нам давал грабить страну. Ну, извини, а мы тебе все тоже, так сказать, сносили, так сказать, твою долю львиную. И теперь чего ты с нами сделал? А кто тебя просил? То есть, как тузик грелку. Как тузик грелку торвут. Когда? Ну, вот что должно произойти для того, чтобы вот этот вот разговор, вот все то, что вы только что описали, случилось? Ну, случится, случится. Ну, это должно быть сейчас понятно, что войне капец, ну, в смысле, армии капец, Путину капец. Это вот то, что должны сделать вооруженные силы Украины. То есть, успех контрнаступления. Ну, почему его называете, вот все, как на подбор называете контрнаступлением? Да никакое это не контрнаступление, это наступление. Это наступление. Это формирование, оформление перелома в войне. Понимаете? Вот это уже как предание необратимости характера поражения путинской армии. Когда люди, в том числе, вот в этих верхах, почувствуют необратимость процесса поражения, ну, тогда все начнется. Пока они еще выжидают многие. Хотя, ну, разговоры Пригожина и Осипа слышали с этим? Да-да-да, и двух миллиардеров третьего. И еще этих двух миллиардеров тоже, да. Все надо валить, все последний год, 23-й, надо валить, там же 24-й год будет так. Вот, говорят миллиардеры. Они, кстати говоря, не сильно ругают там Путина, не обзывают его земляным червяком, не говорят таких слов, а обидно таких, как говорили это и Осип Пригожин с Ахмедовым. Да, но тем не менее, валите пока не поздно, говорят они. Потому что все, надо понимать, что в России все. Они это четко отразили, эти настроения. Когда мы говорим о том режиме, который выстроил Путин, еще одна версия, она, мне кажется, достаточно близкая, потому что мы видим, как идет эта военная операция, и как идет война, как воюют, какие разве данные поставляются и собираются. Одним из обязательных условий подобных автократических режимов, которые выстроил Путин, является некомпетентность людей, которые его окружают. Или же компетентность, но страх, когда они не готовы сообщить ему то, что ему не понравится. Среди людей, которые воспитаны в такой парадигме, могут ли найти те, у кого хватит стальных кухонес, сломать эту систему и провести тот самый переворот? Вы видите потенцию в них? Я не вижу в них потенции, но страх смерти или страх несвободы тюремного заключения, он является мощнейшим стимулятором неожиданных поступков. А потом ведь надо было понимать, что они же будут сражаться не с львом, а уже с дохлым львом. Не с таким вот львом, который там вожак стоит, а уже там подыхающим львом. Потому что все это подорвет его силу, его влияние. У него поддержки не будет. Вспоминаем мы историю. Царя Никто же не вышло защищать. Но никто. Или там мы берем какие-то другие революции. В 91-м году никто не вышел защищать ЦК КПСС и вообще партию, и Советский СССР. 20 миллионов коммунистов, елки зеленые. Все там с пламенными этими сердцами. И что, где они были? Только имейте в виду, что на втором месте на этот вопрос в России ответ в Караганде. Только на втором месте. И никто не вышел защищать. И никто. Потому что прогнила система. И путинская система прогнила. И она бы сама себя похоронила. Потому что вот от той деградации административно-управительского аппарата, о которой сказали, я говорил давно, что идет деградация. А она не может не идти. Потому что тут простой принцип. Принцип вот этого коллективного воровства. И лояльность. Какой принцип? Лояльность и вороватость. Да. Они не могут быть основой нормальной работающей государственной машины. Потому что если я ворую, сижу на месте, оно меня кормит. Я не буду ставить сильных замов, профессиональных помощников и так далее. Потому что они меня скинут. Они должны быть вороватыми и лояльными. Значит, я буду ставить хуже себя. И они будут ставить еще хуже себя. И так во всей административной лезвенке идет деградация профессионализма, интеллектуальных качеств и прочих, так сказать, способностей выполнять задачи. Значит, что там происходит в России? Денег много. Деньги не кончатся. Когда кончатся деньги, включат печатный станок. Когда исчерпается печатный станок, включат механизм роста государственного долга. Когда закончится рост государственного долга, они придумают еще что-то, денег будет много. Они, в конце концов, заставят народ так затянуть пояса, как еще, так сказать, они никогда не затягивали. Денег хватит намного. Но деньги сейчас ничего не решают. Или вернее, не все решают. Очень немного решают. На деньги не купишь танки, на деньги не купишь самолеты, на деньги не купишь там все оборудование для авиации, для ракетной техники, для всего-всего-всего. Для производства на деньги не купишь соответствующие станки, которые могут произвести все это. Не построишь заводы. И так далее. То есть денег много, но они не будут решающим фактором. Если американцы говорят, что денег хватит на год, ну, смешно. Смешно. Потому что самые примитивные расчеты показывают, что их хватит как минимум на два года, на полтора, на два, на три. А если там начать вот эти действия по пополнению дефицита бюджета, он пока профицитный был. Ну, он сейчас дефицитный, а был все равно огромный доход, там, 533 миллиарда валютной выручки получил. И резервы формирования денежной массы, они еще даже не начинали использовать. Даже еще не начинали использовать. Вот поэтому... Но дело не в этом. Дело не в бенгах. А дело в состоянии экономики, она изолирована. Она не имеет доступа к техническим, технологическим достижениям, не имеет доступа к оборудованию и многому другому. Дело в финансовых, даже, ну, хорошо, в трудовых резервах. Их нет. Люди бегут. Капитал убегает. Либо к 23-му году в результате слаженной работы Украины и всей западной коалиции война закончится победой, либо в 23-м году уже будет понятно, что война на переломе, что уже нет шансов у Путина, но она еще продлится потому, что будут там бросаться новые силы, новые кушечные мяса, нужно это все будет какое-то время и так далее и тому подобное. Вот. Я вот от этих прогнозов не отрекаюсь. Я считаю, и 23-й год возможен, годом окончания войны, ну, или вот, может быть, 23-й год станет по образу и подобию. Второй мировой войны с 44-м. Но при этом Путина мы не увидим в Гааге. Просто потому, что его, наверное, уже никто не увидит в какой-то момент. Путина, да, Путин может исчезнуть в любой момент. Это произойдет совершенно неожиданно. Вы знаете, я много лет предсказывал развал СССР. Много лет. Фактически начал с 83-го года говорить о том, что она не может выживать в условиях вот этих тотальных приписок. Обман, лжи. Даже работает в КГБ. Вроде с этим боролся как. Вот. А в 87-м я стал публичным говорить. Но когда пришел день стезновения СССР, для меня это было неожиданно. Хотя я это предсказывал много лет. Но когда это наступает, это всегда происходит неожиданно. Так же, я думаю, что будет испутинизм. Так же будет испутинизм. Тогда последний вопрос, и он касается и вашего, и моего, потому что мне тогда было 16 лет, такого удивительного ощущения того, что происходит неожиданно. Неожиданно в Москве образовался миллион человек, которые вышли на улицы. Образуется ли он сейчас, в 91-м году? В 91-м году не было никакой неожиданности. Перед вами сидит сотрудник московского в то время управления КГБ СССР. Я работал во второй службе, это контрразведка. Ну и нас в контрразведку гоняли на все эти улицы мониторить ситуацию. Мы спрашивали, что делать, ничего не делать, наблюдайте и докладывайте. Приходите потом, потому что начальство не хотело. Ну, что-то начальство будет ходить там по этим, по митингам, по всех митингам. А мы ходили, так сказать, и участвовали, смотрели в эти фактические. И это не было неожиданно. Это постепенно, постепенно, постепенно. И воздух свободы он пьянил. Воздух свободы пришел вместе с Горбачевым. Горбачев не был людоедом, не был кровавым диктатором, не был человеком, который был готов там применять силу и стрелять народ. Он совершил, конечно, свои ошибки, безусловно, Михаил Сергеевич. Но мы с ним многие годы общались. Конечно, стал другим человеком потом. Вообще другим. Но он и тогда не был кровожадным. И вот этот воздух свободы, он привел к тому, что в конечном итоге вышел миллион, и власть ушла. Миллион вышел. В России сейчас подобного, по вашему мнению, нету. Или есть? Нет. В России сейчас будут стрелять народ. Давить его там. То есть власть настолько обезумела, она в своем страхе перед народом, на мой взгляд, может пойти на самые жестокие меры. И она создала огромную гигантскую армию подавления любых народных выступлений. Любых, подчеркиваю. И я называл численность этой армии, она в два приема могу еще раз повторить. Эта армия, там минимальное количество людей вооруженных, которых сейчас кормят для того, чтобы они защищали власть, это миллион двести с лишним тысяч человек. Это минимум минимум. Потому что если мы сюда приплюсуем ФСБ, СИН, разведку и так далее, это воин больше полутора миллионов, это без армии. Вот вы можете представить, какую силищу создал Путин для того, чтобы защищать узурпированную им власть. Не выходит народ тогда, когда есть угроза, не вернуться. Очень реальные абсолютно. Не выходят. И нет воздуха свободы, о котором вы сказали. Вот это, мне кажется, еще важнее. Воздух свободы, вначале... Есть дух обречения, есть дух жестокости совершенно. Они же почему такие сроки дали? Мало того, что они там Володе, Крамурзея, мы хорошо его знаем, прекрасный парень, мало того, что они отомстили ему за все. Они еще хотят устрашить его примерно. А и вас мы возьмем, посадим лет на 20, а то 25. Вот они, конечно, этим всеми запугивают. Они пытаются, ну, относительно точечным или секторальным репрессиям удержать народ от бунта. А теперь давайте вернемся в начало нашей программы. Смерть Путина от удара канделябром или в результате божественного инфаркта не обязательно тут же приведут к окончанию войны и к победе Украины. Преждевременная кончина Путлера всего лишь откроет окно возможностей. Кто впрыгнет в это окно, Пригожин со своими дрессированными зэками или Дерипаска со своим желанием вернуть награбленные в натруженные руки или кто-то типа клуба недалеких дегенератов, называющих себя рассерженными патриотами или Кириенко. Мы не знаем. Но я точно знаю, что пока российская власть и российская государственная машина цементированы путинской, кремлевской арахнидой или арахгнидой, Никаких телодвижений в сторону мира в России произойти просто не может. Арабский народ все так же будет мучать, слинявить гробовые и тонуть в библейских размерах лужах в их городах. Российская элитка через букву И подсчитывать барыши от военных заказов и грустно пересматривать фотки своих имений в Европе. В телефонных разговорах проклиная верхушку, но с каждым сливом все аккуратнее и иносказательнее. А самое главное, будут гибнуть украинцы. Так получается, что мы ничего не можем сделать? Нет. Мы можем. И будем делать самое главное и единственное возможное. Долбить расистов там, где сможем до них дотянуться. Мы будем освобождать наши земли. Мы будем уничтожать всех, кто попирает наши земли. Будем собирать и удерживать международные коалиции. А потом вдруг, в один прекрасный день, услышим радостные крики с всех окон. Путин сдох! И столкнемся с новой реальностью, в которой сильные и вооруженные до зубов, почувствовавшие вкус победы, мы сделаем все, чтобы никогда и никто более не покусился на нашу землю и нашу свободу. Как мы это сделаем? Ребят, это тема отдельной беседы. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Редактор субтитров А.Семкин